Дорогие братья и сестры, скажем слава нашему Господу! Мы поспешили в Дом Божий, и каждый пришел, склоняясь перед Господом и Иисусом Христом. О, как прекрасен этот псалом! Ты велик, и другого нет, как Ты. Это трогает наше сердце, нашу душу. О нем мы проповедуем, о нем мы свидетельствуем, о нем мы говорим. Мы любим друг друга. Мы не только идем в Дом Божий, чтобы встретиться, разделить с нами какие-то новости, или пожелания, или что-то дать, посоветовать, что-то новое узнать. Но это не только то, это не только то. И вы знаете, Иисус сказал, чтобы мы были сроднены. Почему мы называем братьями и сестрами? Потому что любовь у нас скрепляется, и она должна жить. Это свидетельствует о вере нашей в живого Господа Иисуса Христа. Я хочу поделиться несколькой мыслью. Когда-то вон там лежала маленькая газета христианская, там было большими буквами написано, «Покажи мне веру Твою». И это коснулось. Оно размышление повернуло меня, и размышляю. И вы знаете, я открою это место Писания, и поделюсь с вами. И поделюсь еще о сильном Муже Божьем, которым я пришлось много раз слышать. И мое формирование моей веры, когда мне было 16-15, я молодым старался всегда из дома выезжать, посещать дом молитвы. И спешил, спешил, мое сердце влекло. И Дух Божий заботился о моей жизни. Он предупреждал и говорил, что едь туда, в Церковь Божию, где проповедуется Слово Божие, где ты будешь слушать. И об этом сильном Муже Данииле. Я немножко позже о нем прочитаю и засвидетельствую, что произошло в их жизни, когда пришлось им быть в этой чудоземной стране. Но прежде всего я поделюсь местом Писания, которое записано и свидетельствует о силе веры. И Слово Божие говорит нам, покажи мне веру Твою. Об этом записано послание Иакова. Мы откроем 2 глава, 14 стих и ниже. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли вера спасти его? Когда я спешил, я помню это мои годы, и слышал о живой вере людей, которые переживали. Но самое большее это записано Евреям, 11 глава. И там мы знаем, что апостол Павел раскрывает большое за людей, которые переживали, которые получали, и те, которые даже не получали. Но мы знаем обетование Божие, они сильны и сильны. И когда пришлось слышать о Данииле, я помню этот епископ наш, Петр Новорок, он настолько это все утверждал, и в моем сердце эта живая вера зародилась. И не только, когда я слышал в Доме Божьем проповеди, но вы знаете, жизнь моих родителей, они стали для меня большим свидетелем. Почему? Потому что Слово Божие говорит, взирая на кончину их жизни, подражая вере их, братья служителей, которые оставались верными. Мы жили в нехорошее, ну может, уже и лучше было, но эти в начальные 80-е годы, и уже при конце, после 86-го года, 1986-го, уже когда было, вот это перестройки, шаги, и уже оттепель для христианства, но вместе с тем, были большие притеснения, оскорбления, но родители всегда ложили. Мы знаем, что в Писании есть место Писания, что упавшее это семя на добрую землю приносит плод, на хорошую землю почвы орошенные. Есть разные виды земли, упавшие на камень, оно не может прорасти. Люди приходят и слышат, и мы знаем, что есть почва, упавшая в тернии, тоже заглушает. Какое-то время люди стараются поверить, служить Господу, но вместе с тем теряются в вере, отходят от Господа. Я вижу по своему сыну старшему, как ему тяжело было определиться, где-то что-то кто-то сказал. Он уехал и был там в школе, в Орегоне, и что-то не понравилось, эта обида пронеслась, но мы за него молимся. Бог ему откроется по-особенному, и развернет он путь, тот, который сейчас он выбрал, потому что он с детства был посвященный Господу. Мы о нем молимся, но я говорю, когда мы учим наших детей и проповедуем, и не только на словах стараемся внедрить или показать, что веруй, служи Господу, но есть люди, как-то не дорожат этим, молодые, хотят как-то пожить в мире, и вы знаете, не вправе время это избирать, потому что есть дьявол, который обманывает и может вмиг обмануть. И вот эти депрессии, вот эти огорчения на Господа иногда бывают в людях, и они не могут возвратиться к Господу. Но когда мы молимся пред Господом, мы веруем, что Бог возвращает тех угнанных дьяволом людей, которые отошедшие. Но вместе с тем, когда рассуждаешь, покажи мне веру твою. Есть молодые, говорят, что будет мне время, я состарюсь, я пройду в дом Божий, я покаюсь и буду служить. Но вы знаете, бывает, что человек говорит, как грешник, на кресте было время, но я вам скажу, наша жизнь, когда Бог Иисус открылся даже нам, мы должны держаться, какой-то определенный путь, испытание, и вот эта наша вера происходит в закалку, когда мы встречаемся, когда мы служим в Доме Божьем, когда нам повелевают и дают труд во имя Божье, и мы не стесняясь, сделаем, покажи мне веру твою. И что она имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его, если брат и сестра ноги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе, но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут, но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложил на жертвенника Исаака, сына своего, видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, а исполнилось слово Писание, веровал Авраам Богу, и это менялась ему праведность, и он наречен другом Божиим, видите ли, что человек оправдается делами, а не верует только, подобно Ира, блудница, не делами ли оправдалась, приняв сглодотаю, отпустивший их другим путем, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Оказывается, есть мертвая вера, есть живая вера, живая вера, та, которая переносит трудности и в жертвенности, она остается жизнедественная, это образ жизни и жизни по Писанию, это живая вера, но мертвая вера, здесь написано, что не только, но и бесы веруют и трепещуют, это еще не есть основание, что на устах, как бы люди, когда приходилось в молодости там, еще, где мы жили на Украине, видеть много, недалеко мы жили, было кладбище и прибегал маленьким, сколько, 14-13, всегда рассуждал, вот так похоронят, и вы знаете, те люди православные, хотя не видели, он был такой убийца, такой нечестивый, пьяница, и жил, и люди видели этого человека, и вы знаете, всегда говорили, когда ложили уже хоронить, говорили, что царства тебе небесные, но это неправильно, это не так, после смерти, что может изменить, или что может переменить, это не так, как ты жил, как поступал, оказывается, в жизни, когда ты веруешь, это недостаточно, потому что и бесы веруют и трепещут, они признают и знают, но здесь, когда наша жизнь, когда мы вступили в завет с Господом, мы хорошо понимаем, и мы отрезвездны в разуме, что наша подтверждается вера, не только на словах и устах наших, но покажи мне делами, оказывается, Авраам, когда принести в жертву сына, это было тяжело, но он веровал и знал, что в последние минуты Бог изменит решение, а если не так, он окажется верным, и как хорошо, когда наши молодые, как-то пришлось видеть ужасающие видео, эти новости, в этих мусульманских, страшных, тяжелых, сильных, таких жестоких правилах, где христиан казнят, и вы знаете, когда вот так смотришь, и спрашиваешь, пришлось слышать, другие еще не готовы к тому, насколько нужно быть готовым, потому что мы не знаем, законы в этой стране, они могут быстро поменяться, особенно ускорено, сейчас оно действует, вопреки всех иммигрантов, и как бы мы о нас видят, о нас слышат, но когда мы прибегаем к Богу, на наших устах вера, наказывается среди нашей жизни, среди свидетельства, она должна быть действенной, и вот это показание, что мы сильны, потому что без дел, она сама мертва, когда человек видит нужду у ближних, и затворяет сердце свое, это тоже мертвая вера, это мертвая вера, и вы знаете, я перейду, это место Писания, о котором оказался, Даниил, откроем шестую главу, и порассуждаем о том, насколько сильно Даниил, имел эту сильную веру, Господу, не оказываясь, разные обстоятельства, были подъемы, были как бы не то, что падения, но такие тяжелые обстоятельства жизни, которые приходило тяжело Даниилу, и когда мы знаем, что вот этот, воцарился царь Дарий, и указал указ, он назначил 120 сатрапов, 120 сатрапов, и вместе поставил три князя, и среди них, этот был сильный муж Даниил, и вы знаете, он заметил, он не только заметил, он видел, что он исполнен, он исполнен великого духа, и в нем написано, что Даниил превосходил прочих гнязней и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством, и в продолжении, когда Даниил, но секрет его подъема, секрет его великого духа, он открывал трижды, он был в изнании, как и мы иногда переживаем, особенно старше поколение, дедушки, бабушки, они переживают за внуков, это не наша страна, все по-другому, все как-то, мы как бы в другой стране, и Даниил, он был тоже положение в другой стране, и вместе с тем, он приходил домой, открывал окна, и молился Богу своему, он говорил, и молился, написано о нем, что он преклонял колени, и молился, и мы знаем, что вот эти сатрапы, была зависть, и эта горькая зависть их не оставляла, и Дарий, он доверял Даниилу, и вы знаете, что они издали этот указ, и потом, уже позже, Даниил уже узнал, что, 10 стих, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице, ее были открыты, против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колено, и молился своему Богу, и словословил ее, как это делал он, и прежде того, тогда эти люди посмотрели, нашли Даниила, молящийся про счастье милости пред Богом своим, и вы знаете, вот эта зависть, коварственное сердце, оно не успокаивало их, они создали указ, принесли к Дарию, и как бы заставляя его подписать, они сказали, что если какому-то Богу будет другому поклоняться, и сдай настолько, что повинен будет наказанию, и пришло время, они вот это преподнесли, и по этому указу, по этому закону, уже Дарий подписал, но мы знаем, пропускаем и открываем 16 стих, и ниже, вот это, но 13 я прочитаю, тогда отвечали они, сказали царю, что Даниил, который из пленных сыновей Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, с тобой подписаны, но три раза в день молится своими молитвами, тем самым, как бы нарушая вот это указание, не преклоняется пред тобою, Дарий, но мы знаем, что Дарий, он полюбил Даниила, потому что он видел, что в нем высокий дух, и большие откровения через Даниила, и тогда вот это 16 стих, вот этот львиный ров, когда они уже бросили Даниила, вот это, тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный, при этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он даст спасет тебе, и мы видим, что не только Даниил веровал живому Богу, но здесь уже сердце этого царя Дария поверило, что живой Бог, он заградит эти рты львов, и они не сделают тебе плохое, и он сказал, он даст спасет тебе, и принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатлел его перстом своим, и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоражении о Данииле, затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него, и поутру же царь встал на рассвете, и поспешно пошел к рву львиному, и подошел к рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю, Царь, вовеки живы, Бог мой послал ангела своего, и заградил пасть льва, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою царь не сделал преступления. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем, и повелел поднять Даниила изо рва, и поднять, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не казалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Раньше об этом, когда люди эти сатрапы искали предлога обвинить, в каком-то деле, иногда бывают люди повинны в этом, они бывают нечисты, неправедны, но вместе с тем Даниил, он боялся Господа, он сказал, что пред тобой я царь чист, все мои бумаги, они чисты, все правильно, никаких обвинений в адрес твой, но и пред Богом моим я чист, и потому Бог заградил, и вместе с тем мы видим, что Дарий, он видел, как Бог силу проявил к Даниилу, и верил этому. Я еще прочитаю пред нашей молитвой это местописание, которое подтверждает о вере, это повествование 11 глава, 33 стих, но 32, и что же я еще скажу, апостол Павел описывает о верующих в древние времена, не достает мне время, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефафе, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые в веру побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста Львов и угошали силы огня, избегали острая меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявши освобождение, дабы получить лучшее воскресенье, другие испытывали поругание по бою, а также узы и темницу, были перепилованы камнями, побиваемы камнями, перепилованы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелочах и козьях кожах, терпя недостатки и скорби, озлобления. Те, которые весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущелям земли, и все эти засвидетельственные о вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел нас о нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вы знаете, я скажу вам, но прежде себе скажу, если мы иногда не понимаем воли Божьей, о чем Бог хочет в нашей жизни что-то построить, мы должны склоняться и открыть наши духовные уши. Я как-то слышал знаменитого проповедника русскоязычного с Белоруссии, ну как бы он живет в Америке, и он говорит, когда в моей жизни случались разные положения, я доходил до смерти, были низины, и много перенес. Он как бы большой хирург, и вместе с тем он говорит, я никогда не ломал руки обетованием. Как важно это в жизни понимать? Никогда не ломать вот этим обетованием, о чем в нашей жизни воля Божья должна исполниться, но наша живая вера и в упование, когда разные положения жизни и с детьми, и когда я слышу, что у мамы уже, может, третьего, четвертого сына похоронили, но когда вот эти приходят испытания, пришло это сильное испытание Иова в дом, и он сказал жене своей, хотя она сказала, похвыли и умри, сколько тебе страдать, но он сказал, неужели мы только добрые и злые не должны принимать? Можно много чего не соглашаться в жизни, и кричать Богу, Боже, почему у моего сына лично в Велямо так случилось, что я должен видеть его или хромающим, но вы знаете, пред Господом мы не знаем воли, пред Господом мы не можем поменять наш волос или что-то определить, или узнать в будущее, но Божья есть воля, благая и угодная, и совершенная для нашей жизни, мы склоняемся пред Господом, мы идем, мы проходим пути, иногда вот эти пути, когда проходил Даниил, но он не упускал руки, он открывал окна и всегда молился Богу для нас сохранить верность пред Господом, пускай Бог благословит и утвердит, и важно в том, что эти обетования, они утверждены для каждой жизни в особенности, и есть такое изрешение, что не Бог посылает людей в ад, они сами туда идут, почему? Потому что не знают воли Божьей и упрекаются, или непослушные уходят, но мы молимся пред Господом, и о тех людях, которые ушли от нас, которые не хотят служить, и вместе с тем, что-то избирают земное, но когда мы склоняемся пред Господом, просим о Божьей милости, здесь написано, что те, которые весь мир недостоин, скитались по пустыням, горам и по пещерам и ущельям, и все эти свидетельственные веры не получили обещанно, потому что обещанный Сын Божий для нас мы получили, как мы это дорого и должны быть благодарны, переживая время благодати и милости. Мы склоним наши колени и поблагодарим Его, вечного Бога. Аминь.